Преступная схема из муниципальной в частную. В городе осудили юристов и работников Росреестра, которые незаконно помогали присваивать земли. Новые пропавшие в Нижнекамске ищут бабушку и женщину. Несовершеннолетний фигурант уголовного дела. 16-летний подросток вымогал деньги у школьника. Пенсионерка, которая живет на стройке. Почему гости из соседнего города ночуют в заброшенном здании? Убрали берег и выпустили рыбу. В селе Сухарево прошла акция «Чистый берег». Для чего первые в истории Канады кругосветные путешественники приземлились в Бегишево? Гидравлические кусачки и надевание кислородной маски. Отдыхающих лагеря Зенгеркуль познакомили с работой пожарных. Осталось меньше недели. В Нижнекамске готовится к полумарафону Нижнекамск-Нефтехима. Об этом не только прямо сейчас. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. В городском суде вынесли приговор юристам и работникам Росреестра, которые на протяжении полутора лет незаконно оформляли муниципальную землю в частную собственность. В поле зрения правоохранительных органов они попали после того, как в полицию обратилась одна из потерпевших. Какие сроки получили фигуранты дела за преступную схему из муниципальной в частную, знает Наталья Лушникова. Вот такая реакция родственников подсудимых была на присутствии журналистов в суде. Между тем преступная группа, в которую входило три юриста и сотрудница Нижнекамского отдела Росреестра. За время своей бурной деятельности успела незаконно оформить почти 40 гектаров земельных наделов и получила за свои услуги порядка двух миллионов рублей. В уголовном деле пять доказанных эпизодов махинаций. Во всех случаях схема была примерно одинакова. Находили клиентов, подделывали печати. А вот липовые документы оформляла сотрудница Госреестра. Свою вину она признала полностью сразу во время задержания. Оттого ее дело было выделено в отдельное производство. Женщина получила три с половиной года условно. А вот остальные, несмотря на то, что были задержаны с поличным, настаивали на своей невиновности. Двое подсудимых признали свою вину полностью на стадии предварительного следствия. Оказали содействие в изобличении иных лиц совершения преступлений. В отношении них приговором Нижнекамского городского суда было избрано наказание в виде лишения свободы на срок два года и три года. Условно с испытательным сроком, соответственно, на два года и на три года. Помимо земельных мошенников, на скамье подсудимых оказались и те, кто воспользовался их услугами. В процессе судебных разбирательств из свидетелей они превратились в обвиняемых. Двое подсудимых признаны виновными в совершении самоуправства и мошенничества в крупном размере. В отношении них судом было назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев лишения свободы условно. И в отношении подсудимого признаны виновными в совершении самоуправства в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. В итоге реальный срок получила только одна фигурантка дела, проходившая по всем пяти эпизодам. Свою вину она признала частично. Прямо из зала суда женщину взяли под конвой. В местах лишения свободы она пробудет три с половиной года. Наталья Лушникова, Ринат Харасов, Новости НТР. Нижнекамский таксист помог ребенку найти родителей и, возможно, спас его от беды. Накануне вечером в интернете появилось сообщение о том, что ищут родителей девятилетнего мальчика, который заблудился в дачных массивах. Из переписки в комментариях выяснилось, около Майдана местный таксист увидел ребенка, мальчик сообщил, что потерялся. Мужчина взял его с собой и отвез в УВД. Там уже нашли родителей. Благодаря отзывчивости нижнекамца ребенок остался цел и невредим. А вот родственники двух нижнекамок сейчас крайне обеспокоены. Появились сообщения о том, что пропали 76-летняя Малина Зайнулина и Анна Мутовчи. Обе ушли из дома и не вернулись. Родные и близкие вышли на поиски, к которым, конечно же, присоединились наши журналисты. Малину Зайнулину ищут уже третий день. Тревогу забили родственники, которые ухаживали за пожилой женщиной. Новость о пропаже мамы повергла сына в шок. Он до сих пор не понимает, как такое могло произойти. Субботу утром пришли, опять же, накормить. В это время ее не оказалось дома. Подумали, что вышла прогуляться, оставили еду дома. И уехали. Вечером приезжают, то есть еда не тронутая, и следов пребывания ее дома нет. Однажды пожилая женщина уже пропадала. Тогда ее привели домой добрая иллюзия. Со слов родственников, Малина Зайнулина страдает болезнью Альцгеймера. Кроме своего детства и молодости, она ничего не помнит. Отзывается на имя Аделя. Она уходила в детство. И поэтому всегда говорила, вспоминала про своего отца, деда, который умер уже более 10 лет тому назад. Я хочу к папе. Вот он за мной приедет. Почему же он не заходит? Наверное, возле дома стоит. И поэтому очень часто ждала кого-нибудь. Папу своего или же меня, или же сестренку ждала у подъезда. Всегда сидела на улице. Убедительная просьба ко всем горожанам быть милосерднее, обращать внимание на одиноких пенсионеров с потерянным взглядом. Напомню, что женщина была одета в темно-синюю кофту с бежевыми полосками, на ногах летние черные туфли. В кармане у бабушки может находиться паспорт. Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите по телефону, который вы видите на своих экранах, либо в нашу редакцию по телефону 40 07 70. Анна Мутовчи, еще одна пропавшая, 19 июля ушла из дома. После на связь не выходила. В ориентировках появились приметы. На вид ей 35-40 лет. Худощавого телосложения, одета в серый костюм, на ногах босоножки синего цвета на платформе. При себе имела документы. В интернете появилась информация, что в последний раз женщину видели 22 июля на Красноключинской дамбе. Что привело ее сюда, неизвестно. И где сейчас она может находиться, тоже неизвестно. Домой она так и не вернулась. Пропал без вести Адель Гарипов. Ушел из дома 25 июня на следующий день, когда парень перестал выходить на связь. Родственники забили тревогу и начали поиск. Граждане отнеслись к беде семьи Гариповых, как к своей личной. Поэтому даже сейчас, спустя месяц, добровольцы продолжают поиски в надежде найти его. Регина Сульманова, Максим Липин, Новости НТР. 16-летний Нижнекамец стал фигурантом уголовного дела. Подросток подозревается в вымогательстве. По версии следствия, в течение месяца мальчик с всевозможными угрозами и даже рукоприкладством требовал у 14-летнего школьника деньги. В итоге потерпевший отдал своему обидчику 6 тысяч рублей. Известно, что случилось. Это 12 июля у дома Вахитова, 13. По данному факту, возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Идет следственная проверка. Тем временем в соцсетях родные подростков ищут свидетелей инцидента. Без родных и близких, а также крыши над головой. На одной из заброшенных строек в Нижнекамске живет пенсионерка из соседнего города. У нее нет ни денег, ни еды. А выжить помогают местные жители. Об этой истории мы узнали из социальных сетей. И наша съемочная группа отправилась к женщине, чтобы помочь. Но такого приема никто не ожидал. Не надо меня фотографировать. А то возьму камень, кину. Желание помочь в итоге обернулось против нас. Женщина, которая живет на стройке, отказалась с нами говорить, выгоняла всеми способами. Почему – непонятно. Ведь с нашей помощью можно было передать весточку родственникам. Историю пожилой женщины мы узнали через сообщение в интернете. Молодой человек написал, что ей требуется помощь. Мол, местные ребятишки подкармливают бабушку, прохожие дают деньги на пропитание. Но этого недостаточно. Нижнекамцы поверили в историю бедной пенсионерки. Поселиться на стройке женщину вынудила жизненная ситуация. По словам местных жителей, она приехала в Нижнекамск из другого города. Деньги у нее украли. Пенсионерка написала заявление, чтобы получить банковскую карту, чтобы ее родственники смогли переслать ей средства на обратный путь. Однако это делается не за один день. Поэтому пришлось искать себе ночлег. Пенсионерка рассказала нам, что ни родственников, ни знакомых в Нижнекамске у нее нет. Заброшенное здание – единственное место, где она смогла найти кровь. Однако в этой истории не все так гладко. Сторож ближайшей стоянки постоянно видит женщину в неприглядном виде. А вообще в каком состоянии она приходит? Ну, один раз он увидел это, вообще пьяно в 12 часов пришло, кое-как дошла до туда. В итоге настоящую правду никто не знает. Нужна ли помощь или она просто любительница выпить? О полном умственном здравии пенсионерке тоже говорить нельзя. Также, возможно, женщина находится в розыске. Поэтому мы сообщили о ней в полицию. Алсу Арсланова, Максим Липин, Новости НТР. Белочки в парке «Семья» находятся в стрессовом состоянии. Животные выглядят плохо, у них облезлые хвосты. Вот такие переживания испытывают жители города. Моя коллега Анастасия Попова узнала, действительно ли своеобразные живые символы центрального парка бествуют. И как на самом деле живут подросшие бельчата. Ужас! Бедные белки. Мечутся по клетке, хвосты облазили от нервного стресса. Такое сообщение недавно появилось в одной из социальных сетей. Насколько же справедливо мнение диванного зоолога, мы сейчас и узнаем. Десять белок в парке «Семья» живут уже более трех месяцев. И все это время о них заботится Лилия Галимзянова, которая по первому образованию зоотехник. Говорит, что нынешнее поведение белок адекватное. Животные привыкли к условиям, и люди их не стесняют. Белочки себя чувствуют замечательно. Сама по себе белка – это очень шустрое, быстрое животное. Это не старый ленивый кот, который лежит на диване. И если она мечется, это значит, что белка здоровая. Что она прыгает, она играет, она живет полной нормальной жизнью. Хвостики у них не обрезшие. Представьте белку, скачущую по веткам деревьев с огромным висим хвостом. Да и многие посетители парка считают, что бельчата выглядят здоровыми. Тем более малыши, выведенные в неволе, к другой жизни пока не приспособлены. Мне кажется, им свободы, конечно, не очень хватает, потому что им хочется прыгать. Вот так-то, в принципе, все ухожено. Я не знаю, как в природе белочки живут, если честно. Мне очень нравится. Они красивые, очень прыгучие. Мне тоже очень нравится на них смотреть, как они тут прыгают, ходят, лазают. Мне говорила, что сестра, что они тут одну белочку выпускали, и она тут по деревьям прямо прыгала. Сейчас бельчатам живется поспокойнее. Никто не пытается взломать их клетку или накормить животных кукурузными палочками. Список продуктов, полезных зверькам, теперь висит на самой клетке. Кстати, возможно, в скором времени ожидается пополнение. Самочкам самое время произвести потомство. Общаясь со специалистами, которые нам помогли приобрести этих белок, мы надеемся, что в августе у нас будет приплод, если все будет нормально. Ну, белки – это немножечко такое животное, которое к девочкам-белочкам надо очень подход такой. А у нас на троих белочек всего семь мальчиков. Что касается зимовки бельчат, то сейчас стоит вопрос выпустить их на свободное проживание в парк или оставить в клетке. При первом варианте будет сложно отслеживать состояние малышей. Правда, недавно один бельчонок совершил побег и теперь обосновался рядом с клеткой на соседнем дереве. Нижнекамцы, которые жаловались на неприятный запах, стоявший в конце прошлой недели, получили ответ от экологов. Специалисты произвели отбор проб воздуха, после чего выявили два случая с превышением норм предельно допустимой концентрации. Но вот только каких именно элементов не говорится. Дело в том, что отбор производили в непосредственной близости от биологических очистных сооружений Нижнекамск нефтехима, подлежащих федеральному экологическому надзору. В связи с этим результаты анализов направлены в федеральную службу в сфере природопользования по Татарстану и в управлении Роспотребнадзора. Именно эти службы займутся результатами анализов. Более 50 молодых карпов сегодня запустили в водоем села Сухарево. А еще там убрали берег и посеяли траву. Сельчане присоединились к республиканской акции «Чистый берег». Причем некоторые так ответственно отнеслись к уборке, что даже надели водонепроницаемые костюмы и спустились в воду. Репортаж Светланы Шумковой. Здесь собрались самые активные жители села. В руках крабли, лопаты, пакеты для мусора. Вместе со взрослыми убирать берег пришли дети. Работы много, потому ее распределили. Пока одни убирают мусор, другие готовят к посеву газонную траву. Это семена просто газонную траву не сеют, поэтому перемешивают с песком. Смешивать с песком нужно для того, чтобы вновь посеянные семена не унесло ветром. Сначала разрыхляют землю, а после сеют. Эта задача выполнена. Спустя пару недель новая трава даст первые ростки. Тем временем работа кипит у самой воды. В воде мусор убираем, чтобы дети купались здесь, сами придем купаться. Бутылки, консервы, всякие салафаны, пакетики. Вот они обычно везде валяются. Татьяна и вовсе зашла дальше всех. Здесь ее в шутку называют водолазом. Женщина надела водонепроницаемые костюмы и спустилась в воду, чтобы убрать тину, коряги и прочий мусор. Нет, нет, не тяжело, потому что вода, она готовит. Из-за воды легко. А в воде не холодно стоять вот так? Нет, 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 нет. Помочь сельчанам приехали сотрудники компании мехуборка. Для сбора мусора пригнали грузовики, надели перчатки и сами пошли чистить берег. Что немаловажно, это личная инициатива компании убирают берега не каждый год. Здесь микрофлора, которая загрязнена. Ее нужно обязательно почистить, чтобы здесь купаются дети на данном озере. Соответственно, чтобы было это чисто, мы сюда приехали помочь убраться. Если они своими руками будут убирать, то в дальнейшем, наверное, загрязнять не будут, и другие будут предупреждать, что этого делать нельзя. Озеро и берег очищены, а значит, пришло самое время, чтобы поселить здесь новых обитателей. Своей рыбы в озере мало, поэтому сегодня сюда выпустят мальков карпа и карася. Всего 50 голов. Малькам примерно год от роду. Пока рыбачить на них нельзя, они должны подрасти и размножиться. Это озеро – излюбленное место отдыха сельчан. В будущем его планируют благоустроить для семейного отдыха. Первый шаг по благоустройству этого озера сделан. Сегодня сельчане очистили берег от мусора, но в планах сделать здесь настоящую зону отдыха. Это поставить беседки, детские площадки, провести освещение и, конечно же, сделать искусственные дорожки. Светлана Шумкова, Ренат Харасов. Новости НТР. Недалеко от торгового центра «Олимп» водитель отечественной десятки влетел в японский мотоцикл. Хозяин автомобиля при повороте налево, вне перекрестка, не уступил дорогу встречному транспортному средству, в результате чего и произошло столкновение. 27-летний мотоциклист получил ушиб голени и грудной клетки, но от госпитализации отказался. В аварии его вины нет. Добавим, что по вине мотоциклистов с начала этого года произошло три ДТП. В Нижнекамске приземлился вертолет с первыми в истории Канады кругосветными путешественниками. Вертолет экипажа Стивена и Боба Даглеров, который является отцом и сыном, приземлился в аэропорту Бегишево в этот понедельник. Это был очередной перевалочный пункт экспедиции. Как сообщает официальный сайт Нижнекамского района, путешествие началось 1 июля в канадском городе Оттава. Всего же экипаж посетит более 100 аэропортов в 14 странах мира. В истории мировой авиации полет войдет как 15-й перелет вокруг света на вертолете. Общая протяженность маршрута более 38 тысяч километров. Продолжительность – один месяц. Кругосветное путешествие посвящено 150-летию Канады. Кстати, оборудование на борту вертолета позволяет отслеживать положение воздушного судна в режиме реального времени. Сегодня утром к лагерю Зенгеркуль стянулась пожарная техника. Сюда она приехала не по вызову, а для того, чтобы показать детям, как устроена работа пожарных. Гидравлические кусачки, надевание кислородной маски – все было интересно. Мой коллега Александр Комаров узнал, что больше всего понравилось детишкам. Не успела спецмашина заехать в лагерь, как ее тут же облепили дети. Топоры, колуны, болгарка, пожарные рукава и многие другие орудия огнеборцев привлекли внимание как мальчиков, так и девочек. Но первые аплодисменты прозвучали после того, как спасатели закончили резать металлические арматуры. Сильнее гидравлических кусачек было только детское любопытство. Воспитанники лагеря так и норовили прикоснуться к работе спасателей. Но детей допустили к менее экстремальным занятиям, таким как надевание кислородной маски. И так выводим уже данного человека на улицу. То есть он спокойно будет дышать при помощи этой маски. Не может споказать. Все, как воздух, нормально, Эльдар, покажи. Сейчас вы видите именно тот момент, который больше понравился детям. Это подача ствола. Нас, конечно, тоже изрядно намочило. Помимо того, как правильно бороться с огнем, спасатели рассказали детям о пожарной безопасности. Как вести себя в экстренных ситуациях и не допустить распространения огня. Единственное, чего в этот день не хотели тушить пожарные, так это огонь в глазах детей. Понравилась вся техника. Узнал много о пожарных. Сам не хочешь стать спасателем? Охота. В будущем. А тебе не охота стать пожарным после увиденного? Охота. Я хотела стать раньше летчиком, хочу пожарным. Но вспомнил, что есть еще и такая пожарная профессия, где там они, летчики, они забирают воду и выливают на леса. Я буду летчиком пожарным. И эта мечта, стать пожарным, может осуществиться у любого из этих детей. Это на своем примере знает начальник караула 62-й пожарной части Артур Ахтямов. Его карьера началась с обычного желания спасать людей. Затем он закончил специализированный вуз в Санкт-Петербурге и теперь объясняет молодежи, какими качествами должен обладать настоящий огнеборец. Стойкостью должен обладать, да, смелость также. Ну и грамотность. Он также обдуманно должен принимать все решения, так как ответственная задача. Он в первую же очередь своей жизнью также рискует, а когда спасает других людей, он тоже должен это понимать. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НКР. А вот отдыхающих духовно-оздоровительного лагеря Туганьяк обучали Азам Ислама. В этом году лагерь посетили 160 детей не только из Нижнекамска, всего Татарстана, но и из соседних республик. Ульяна Гматульна продолжит. Москва, Уфа, Казань, Елабуга – это далеко не полная география отдыхающих в духовно-оздоровительном лагере. Эта смена приняла детей не только из Татарстана, но и из соседних республик. Всего около 80 девочек. В этом лагере мне все очень понравилось, как кормят, какие игры проходят. У нас проходили много очень разных игр, квесты, мастер-классы. Я приехала из Москвы. Я сюда приезжаю, потому что мне тут нравится. Тут свежий воздух, красиво, деревьев много. Я приехала из Самары. Я тут уже третий раз. У меня здесь много подруг, мусульманок. Я приехала сюда, потому что мне здесь очень нравится. В течение 10 дней очень насыщенная программа была. Все проходило вот внутри этого лагеря. Погода стояла очень хорошая. Вот как раз вот эти 10 дней. И нам очень понравилось всем. И тепло было, и свежий воздух здесь, и физкультурой занимались. В общем, и оздоровление, и духовно-нравственное воспитание параллельно проводилось. Спортивные состязания, конкурсы, соревнования. Помимо подвижных игр на свежем воздухе, для детей организовали занятия, где их обучали основам ислама. Более того, девочки сами делились опытом по изучению сур-корана на татарском языке. Малайзийский метод им пришелся по душе. Когда мы говорим во имя Аллаха, милостивого, милосердного, дети показывают качество Всевышнего, милостивого, милосердного. То есть они понимают слова. Настолько милостивый Всевышний Аллах. И очень приятно, что вот эта совершенно новая детская методика прививается и у нас на земле Татарстана. В этой смене отдыхали не только девочки, но и мальчики. Жили в разных корпусах и обучались также отдельно. Свободное время проводили на свежем воздухе. Всего же в этом году в духовно-здоровительном лагере Туганьяк отдохнули 160 детей. Гульяне Матулина, Евгений Лазаев, Новости НТР. На этом моя часть выпуска завершена. Далее мой коллега Кирилл Довкаев расскажет вам о главных спортивных событиях. У меня все. До встречи в эфире. Продолжаем одевать девушек и бабушек. Пальто, куртки, плащи, ветровки стильные и практичные. Адрес помним? Торговый центр «Березка», первый этаж, павильон 111. Доступные цены, сезонные скидки. Внимание! Всеинструменты.ру объявляют грандиозную акцию «Товары месяца». Скидки до 40%. А также при покупке любого товара месяца вы получаете случайный подарок. Успейте купить с выгодой. Всеинструменты.ру Побей рекорд по выгоде. Бери Ниссан по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 пятерки, 3 единицы. Ремонтируем компьютеры, ноутбуки, принтеры. Покупаем БУ-компьютеры на запчасти. Магазин «Сервисный центр Технарай». 363340. Компьютеров 305030. Сдаются в аренду. Открытые бетонированные охраняемые площади. Офисные и производственные помещения. 36-й микрорайон. Охтубинская, 12А, БСИ. Свободная площадь для остановка «Ителем». 38-32-73. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Сегодня снова выпуск. Начнем с вольной борьбы. Нижнекамский вольник одобрался на международном турнире в Бухаресте. В весовой категории до 70 килограммов, в которой, к слову, был одной из самых представительных, боролся Ильдус Гениатуллин. К сожалению, в полуфинале Ильдус проиграл борцу из Украины, участнику Олимпийских игр и победителю многих международных турниров Андрею Квитковскому 5-3. Как я уже говорил, на этом турнире категория до 70 килограммов была одной из самых представительных. Помимо Франка Чемиза, чемпиона мира Европы, а также призера Олимпиады в Рио и Андрея Квитковского, здесь участвовали победитель первенства мира по юниорам из Турции, а также призер чемпионата Европы из Болгарии. Нижнекамцы стали призерами крупного шахматного турнира. В Чистополе прошел 16-й региональный юношеский турнир «Большая Кама». В нем приняло участие около 150 юных шахматистов из Казани, Бугульми, Челнов, Бавлов, Нижнекамска, Чистополя и других городов. Дети играли в двух возрастных группах. Всего было 9 туров с контролем 90 минут. Нижнекамск представляли 17 человек. В старшей группе лучшими в команду в зачете из четырех заявленных команд стали нижнекамцы. В младшей группе из 15 команд победила также наша. Третье место в младшем командном зачете заняла команда 10-й школы. Медали наши шахматисты удостоились и в личном зачете. Золото завоевал Амир Хагдинов, серебряные медали достались Кириллу Петухову, Самату Голливиеву, Андрею Горину и Зарине Аминовой. Хорошая новость для всех поклонников хоккея. «Нефтехимик» объявил билетную программу на чемпионат континентальной хоккейной лиги будущего сезона. Она стала более гибкой и экономически выгодной. Новая ценовая политика позволит каждому болельщику выбрать билет или абонемент, исходя из своих возможностей и предпочтений. Цены абонемента варьируются от 2800 до 16000 рублей в зависимости от категории. С этого года работники «Нефтехимик» абонементы могут приобрести в рассрочку до трех месяцев под заработную плату. Стоимость билетов будет разниться от 250 до 700 рублей, детский – 100. Стоимость билета на матч «Реактора» – 50 рублей. Владельцам абонементов на матч «Нефтехимик» и предоставляется право бесплатного посещения игр нашей молодежки. Также абонементы можно забронировать в специальном разделе на официальном сайте хоккейного клуба. Пять дней осталось до первого в истории нашего города полумарафона. 30 июля в Нижнекамске пройдет полумарафон «Нижнекамск-Нефтехим». Организаторы и ответственные службы встретились, чтобы обсудить процесс подготовки к массовому забегу. Стартовать полумарафон будет в сквере Лимаево-Арка. Будет расположен на подъеме улицы 50 октября напротив Дома народного творчества. С половины седьмого утра будут перекрыты улицы, по которым проложен маршрут марафона. Для зрителей и болельщиков УДНТ будут организованы фан-зона, полевая кухня и зона отдыха. Регистрация на участие идет уже больше месяца и на данный момент заявились более тысячи человек. Предложено три дистанции – 3, 10 и 21 километра. Самым массовым забегом станет трехкилометровый. На сегодняшний день регистрация на эту дистанцию уже закрыта. Это мероприятие даст старт марафону и в прямом и в переносном смысле. В прямом смысле то, что это будут забеги, в переносном смысле и, так скажем, символично, это то, что начинается марафон празднования юбилея 50-летнего Нижикавского в Тихии. На следующий день, буквально 31-го, начинаются мероприятия с ветеранами Дома народного творчества. И мы будем идти к 8 сентября, когда будет торжественное мероприятие с участием президента республики Устану Ильичу Михайлову. Ну, а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0 7 70, а также по средствам сайта НТР Дефис. 24.ру. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр Дина. Постройнеть? Реально. Антицеллюлитный массаж и аппаратная коррекция фигуры в медцентре Дина. Наши косметологи знают, как сделать вас красивой и желанной. Консультации и первый сеанс бесплатно. Медцентр Дина. Мира, 28. Подробности по телефону 36 44 44. 26 июля в Нижнекамске сохранится прохладная погода. Максимальная температура днем плюс 23 градуса. В целом будет малооблачно, но возможны дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду. Во второй половине недели станет теплее, но синоптики не исключают вероятность дождей. В наше время существует множество способов восстановления улыбки. Все их предлагает Дина. Медицинский центр с 20-летней историей. Помимо лечения, удаления, протезирования и реставрации, в Дине вам могут провести профилактическую чистку зубов или их биоотбеливание. Уже после первой процедуры улыбка станет ярче на 2-4 тона. Кроме того, центр Дина предлагает качественные косметологические процедуры для лица и тела, в том числе прокол ушей детям и взрослым. Медицинский центр Дина. Мира 28-36-44-44. Ребенку прописали массаж? Добро пожаловать в медцентр Дина. У нас опытные и внимательные сотрудники. Ждем и взрослых на правильный классический массаж. И, внимание, консультация и первый сеанс бесплатно. Медцентр Дина. Мира 28. Подробности по телефону 36-44-44. Редактор субтитров А.Семкин